здравствуйте дорогие друзья по вашей просьбе я сегодня сделаю ознакомительный фильм который касается тисков значит уже будем говорить так очень длительное время я эксплуатирую вот эти тиски фирмы даника на первый взгляд вроде бы пластмасса композитный материал а с другой стороны достаточно удобные надежные тиски считайте это как своего рода будет отчет для вас но по мере эксплуатации что я заметил в родном положении я уже самого как говорится немножечко переделал здесь пересверлил как обычно под себя но можно ничего не трогать значит если рычаг находится вот в таком положении это заводское изготовление его и вы будете регулировать зажим крючка вы сможете испортить тиски очень очень быстро я обнаружил что вот в положении на меня есть как бы промежуточный вариант где я используя вот зажим свой выставляю поджимаю уже более достаточно крепко вот допустим мне нужно вот сколько я рукой могу зажать я зажимаю свой крючок и только после этого я поджимаю его уже окончательно нашим рычагом держится достаточно хорошо достаточно крепко а вот в таком положении как вы видите здесь зазор в губках я специально вот сниму вам покажу зазор в губках значительно больше поэтому мы должны использовать вот этот элемент для того чтобы их не испортить это то о чем я вы меня просили я вам сейчас показал найдите вот тот промежуточный вариант он может у вас быть и так как у меня может быть наоборот это уже как завод изготовитель поставил вам вот сам вот этот рычажочек и теперь для меня было довольно таки будем говорить так приятным но в инструкции этого не было это конструктивное решение универсальности этих тисков это вот я снимаю тот рычаг который крепит мои губки отдельно вот как они есть я беру и вставляю их уже в наш зажим и поджимаю теперь уже нашей гаечкой сейчас мы вот поставили и поджимаем нашей гайкой в таком положении наши уже ветер все подготовлено для этих целей в таком положении уже наши тиски превращаются элементарно немножечко тут правда у меня не доходит но это не страшно и поджимаем нашей гайкой и в наши тиски уже становятся для очень удобно вязание на таких элементов как на трубке достаточно удобно и достаточно хорошо но к чему я хотел этот фильм свой начать не столько для отчета сколько очень много вы задавали мне вопросов по поводу походных тисков я попросил своего друга чтобы мне дал для обзора вот такие походные тиски значит моё с ними знакомство уже достаточно давние и я к этому отношусь довольно таки скептические то есть вы можете их использовать можете не использовать это является конкретно для каждого только лишь своим личным личными впечатлениями для меня так вот допустим как вы видите конструктивно выполнено так что можно и снимать вот этот винт который вбивается и ввенчивается в любую колоду на рыбалке можно и не трогать его он не мешает при вязании и как вы видите достаточно вот удобно считайте почти как вяжите в руках у меня есть фильмы вы их могли видеть где я изготавливаю мушки используя вообще ничего только держал в одних руках крючок но одно дело когда мы возьмем вот номер шесть зажим здесь я покажу как вы видите выполнен цанговый а это уже имеет ряд минусов мы не сможем вот используя свою только лишь силу зажать так чтобы было достаточно крепко но есть и свои плюсы вот я подхватил из тонкой проволоки еще можно использовать вот крючок у меня четверка еще можно и как вы видите я чуть сильнее придавил и все ну нет держит недостаточно но поддерживая здесь мы уже имеем какую-то степень свободы то есть не надо нам держать крючок а спокойно уже вот я возьму допустим нитку уже мы можем здесь закрепили ее как нам нужно и уже мы крючок не держим уже у нас получается определенная степень свободы есть какие минусы у цангового зажима вы сами понимаете недостаточная степень чтобы можно было зажать ну пусть я допустим для себя имею вот я немножко потокорил здесь и сделал вот такой пьедестал чтобы было удобней вот использовать все это я зажимаю еще допустим могу использовать достаточно мелкие крючки еще для меня удобно вот вы видите даже я одно руки свои не жалуюсь но затруднительно шкура потом конечно здесь слазит вот я взял крючок 18 номер его уже мне несколько сложнее закрепить надо крутить вертеть подвину вам но взять уже допустим из более толстой проволоки значительно затруднительно но этот держит несколько лучше потому что проволока сама тоньше держит чуть лучше но к чему я веду все эти разговоры в полевых условиях когда как говорится нет ничего вот 16 18 номер достаточно сложно уже держать в руках и что-либо вязать и добр добраться до вот этих мест привязать аккуратно хвостик будет значительно затруднительно поэтому и да и нет мое такое вот мнение хотя если брать допустим альтернативу как использовать сейчас я отсоединю его крючочек вот я первое время прежде чем решать вязать не или нет использовал вот такой зажим медицинский он достаточно до неправильно да не хорошо вот мы зажимаем допустим крючок не так как положено но у меня все та же степень свободы и все та же крепость которая вот допустим держит мой крючок также я могу уже без стеснения больше меньше тоньше проволока использовать уже вот я зажал уже с более тонкой проволокой точно так же мы можем работать не надо нам брать допустим собой какие-либо другие инструменты достаточно иметь вот один вот такой зажим вот и все как вы видите все то же самое но только за меньшие деньги удобство также можно выбрать более с короткой ручкой также можно поддерживать и также можно вязать поэтому вот мое такое мнение объективно субъективная вещь хорошая но не настолько нужная как меня спрашивал борис можно ли допустим вот она крайне нужна я считаю что она не настолько нужна сколько допустим используют ее в рекламных роликах и вот вы уже можете я же варю убедиться затянуть проблематично и удерживать вроде бы губки хорошо подобраны но цановый зажим не держит вот с тем усилием которые нам нужно использовать для вязания так что выбирайте сами и решайте сами благодарю вас за внимание до скорых встреч